На фоне городских школ, где за партами одновременно садятся сотни детей, здесь непривычно. В классах семь учеников. Мечта любого родителя. Индивидуальный подход. Но для сельской школы это не повод для гордости, а скорее причина для беспокойства. Родители очень обеспокоены, что школу закроют, что здесь недостаточно количества учащихся. Я думаю, родителей нужно поддержать. И ни в коем случае, чтобы наша такая красивая школа была полупустой. Но как это ни странно, ответ на вопрос, есть будущее у школы или нет за родителями. Позицию городских властей озвучил глава Анапы. Ну только ленивый не написал. Сергей Павлович, ну не закрывайте, пожалуйста. Да я вам ответственно заявляю, в голове даже такого не было. Если кто-то предвыборную игрушку какую-то сыграл, моя глубочайшая уверенность и убежденность, я давно о ней говорил. Если в населенном пункте нет школы и нет ДК, значит этого населенного пункта со временем не будет. Проблемами взрослых, похоже, прониклась даже ребятня. Поэтому на вопрос, не скучают ли они в своей маленькой компании, горячо доказывают, их школа самая лучшая. Мне наоборот, чем меньше людей, тем лучше. Мне весело в ней играть, бегать, прыгать, скакать, уборки делать, чтобы красиво было, подтягиваться, в теннис играть. А мне нравится учиться. Условия для учебы и правда хорошие. У нас прекрасная столовая, замечательный коллектив, библиотека, все технические средства, учебные пособия. Все, абсолютно все есть для того, чтобы детки учились. Спасибо.